В офисе, как договаривались, да. С вами программа «Эксперт» и я, ее ведущая, Альбина Галямова. Ближайшие 20 минут для тех, кто хочет сохранить и приумножить свои сбережения без больших рисков и издержек. Именно этому умению был посвящен открытый семинар «Налоговые льготы. Дешевая валюта для всех», который прошел 2 апреля в Уфе. Семинар проводили компания «Финам» и Московская биржа, а также партнеры. Подробнее о семинаре и о новых знаниях, а также возможностях, которые предлагают специалисты в этой области, мы спросим у организаторов, а именно у Руслана Валиева, руководителя уфимского подразделения инвестиционной компании «Финам». Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Альбина. Рада вас видеть в нашей студии после небольшой паузы. И, конечно, хочу поздравить вас с успешным проведением семинара. И в связи с этим хочу спросить, чему был посвящен семинар и откуда такое название? Мы этот семинар проводим второй раз за последние полгода. Первый раз мы собирали наших людей в декабре месяце. И очень хороший отзыв получили, поскольку тема действительно оказалась актуальной. Вообще у нас две темы на семинаре. Это валютный рынок Московской биржи и индивидуальные инвестиционные счета. Если в декабре для наших людей наиболее интересной оказалась тема валюты, действительно, буквально в течение двух недель после того мероприятия наш рубль побил антирекорды по отношению к доллару. Мы помним, 16 декабря в моменте рубль доходил у нас до 80 рублей. Доллар точнее, да? И действительно на этом была даже определенная паника. То есть люди скупали валюту, потом также стремительно ее продавали. Кто-то на этом заработал, кто-то наоборот потерял. Ну, как говорится, все стандартный набор, который сопровождает подобные события. Так вот, сейчас основной упор на семинаре был сделан ИИСом, индивидуальным инвестиционным счетом, поскольку данное предложение работает буквально с 1 января 2015 года. Раньше мы находились в ожидании этой услуги, а сейчас мы уже активно ее продвигаем. Есть первые результаты, соответственно, об этом мы говорили на нашем мероприятии. Скажите, а какие специалисты, какие эксперты приехали на семинар? Наш город посетили два специалиста, два сотрудника Московской биржи. Значит, Данил Кораблев из Москвы, он не первый раз у нас в городе, и специализируется как раз-таки на валютной секции Московской биржи. На мероприятии несколько человек были из тех, кто в прошлый раз слушал семинар, соответственно, у них есть какой-то опыт, вопросы задали, получили ответы. И Антон Жуган, он приехал к нам из Екатеринбурга, поскольку там функционирует уральский филиал Московской биржи. Он у нас был впервые и доносил информацию об индивидуальных инвестиционных счетах. Ну и также мы участвовали, я имею в виду специалистов Финама в этом мероприятии. Мы со своей стороны также живые примеры привели, как у нас работают стратегии управления, как мы заработали на валютной секции благодаря вот этим движениям рубля к доллару. И, соответственно, рассказали о том, как в реальности можно использовать новый продукт, индивидуальный инвестиционный счет. Знаете, многие эксперты считают, точнее сказать, уверены, что индивидуальные инвестиционные счета в будущем, в близообозримом, так скажем, могут стать действительным конкурентом банковским вкладам. Согласны ли вы с этим и почему это возможно? Я с этим, конечно же, согласен, поскольку индивидуальный инвестиционный счет подразумевает доходность, либо равную банковским вкладам, либо превышающую ее. А по надежности ничуть не уступает. Более того, есть определенные соображения, которые подсказывают, что ИИС может оказаться даже надежнее банковских вкладов. Я объясню почему. Дело в чем. Значит, мы знаем, что любые вклады в банках застрахованы АСВ, агентством по страхованию вкладов. Агентство формирует свой этот самый страховой фонд благодаря, скажем так, всем участникам этой системы. Все банки скидываются, скажем так, определенный процент своих активов отчисляют, и, соответственно, это агентство покрывает страховые случаи, если какой-то банк у нас прекращает деятельность. Понятно, что этот фонд не резиновый. А в случае с индивидуальным инвестиционным счетом, деньги можно, если выбрать соответствующий вариант, вложить, можно сказать, в государство. Прямо напрямую. Приобрести, например, облигации федерального займа. То есть ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов. И, соответственно, эти бумаги настолько же надежны, насколько чувствует себя уверенно государство. То есть если мы верим в то, что у нас, по крайней мере, в глобальном смысле все хорошо, то есть государство твердо стоит на своих ногах и намеренно продолжать выбранный курс, значит, с этими облигациями федерального займа ничего не случится. Так вот, открыли индивидуальный инвестиционный счет, пополнили его на нужную сумму, купили на эти деньги облигации. В результате, в конце функционирования этого счета получили прибыль от 8% годовых и более, плюс получили налоговые вычеты, опять-таки от государства в размере 13%, и получили доходность около 20 годовых. То есть доходность высокая, надежность как минимум равняется банковской, как максимум даже превосходит ее. Руслан, ну вы сейчас просто предвосхитили мой вопрос о том, как правильно инвестировать в индивидуальные инвестиционные счета. А я хотела бы еще спросить, какой период считается наиболее доходным в случае с индивидуальными инвестиционными счетами? То есть год, два, какими параметрам профессионалы, скажем, определяют эффективность? Какое время должно пройти, чтобы счет стал действительно приносить прибыль? ИИС, он в плане инвестиционной доходности ничем не отличается от обычного брокерского счета. Когда мы говорим о брокерском счете, мы всякий раз предупреждаем, что формируя те или иные портфели, нужно рассчитывать на относительно долгосрочный период. То есть это не три месяца, не полгода, а все-таки год и более. В этом смысле наши коллеги, наши партнеры, когда разрабатывали ИИС в тесном сотрудничестве с Центральным банком, и вообще, кстати говоря, это продукт многолетнего взаимодействия Центрального банка, профессиональных участников рынка, то есть брокерских компаний, банков и Министерства финансов. То есть вообще целью данного продукта было обогатить, скажем так, финансовый рынок дополнительной услугой. То есть это не просто частная инициатива, я так понимаю? Ни в коем случае. При участии государства, да? Конечно. Более того, скажу, например, банковское сообщество некоторое время сопротивлялось внедрению этого продукта, потому что для банков действительно это серьезная конкуренция. Но государство заинтересовано не только в том, чтобы деньги аккумулировались в банках и лежали зачастую мертвым грузом, но чтобы эти деньги работали во благо государства за счет развития тех акционерных обществ, акции которых торгуются на бирже. Ну, это, например, да? Хотя не только акции, подчеркну. Значит, соответственно, ИИС внедрен таким способом, чтобы деньги на этих счетах хранились от трех лет. Вообще индивидуальный инвестиционный счет полностью выполняет свою функцию, если деньги, которые пришли на этот счет, не изымаются из него на протяжении трех лет. Если же инвестор все-таки свои деньги забирает, то этот ИИС автоматически превращается в обычный брокерский счет. То есть, да, прибыль, если у человека она есть, сохраняется, счет работает, все хорошо. Но налоговые преференции, которые сулил этот счет, тут же исчезают. Поэтому, если мы хотим получить все плюсы от этого продукта, мы должны соблюсти несколько важных нюансов. Это первый из них, и главный, это тот нюанс, что счет должен функционировать минимум три года. Поэтому данный вариант все-таки надо прежде всего рассматривать как инструмент долгосрочных накоплений. Когда мы говорим о том, что хотим создать какие-то сбережения на будущее, собственное, либо своих детей, хотим накопить на старость. Тем более, учитывая ту тенденцию, которая происходит в пенсионной нашей сфере, скажем, да, то есть происходят пока еще не глобальные изменения, но постоянно идет информация о том, что, возможно, в нашу нынешнюю, еще не до конца сформировавшуюся пенсионную систему внесутся изменения, будет отменена накопительная часть. В этом смысле ИИС как раз-таки альтернатива. Да, ну что ж я могу сказать, замечательно только и всего. Но вроде как все понятно, единственный вопрос остается, знаете, с чем лично для меня? С тем, каким образом осуществляются эти налоговые преференции. То есть кто их возвращает, где я могу их получить? Здесь способ довольно-таки традиционный. Многие наши граждане уже пользовались такой услугой при покупке, например, недвижимости. Что происходит? Человек вкладывает крупную сумму денег на покупку квартиры, продолжает работать, и в течение года его работодатель платит за него 13% НДФЛ. То есть формируется некая сумма, которую в течение года физлицо заплатило со своих доходов, со своей зарплаты. Так вот, эти налоги можно вернуть. Способы возврата до сих пор существовали довольно-таки, ну, скажем так, ограниченный круг их был, да? Это покупка недвижимости, это образование, это медицинские услуги. Так вот, сейчас появилась дополнительная возможность. Вернуть налоги можно с тех денег, которые человек внес на свой индивидуальный счет. То есть он инвестировал в собственное будущее, помог государству развивать рынок акций и вообще реальный сектор экономики. Тем самым государство благодарит инвестора, частное лицо, возвращая ему те налоги, которые он в течение года платил государству со своей зарплатой, либо с любых других доходов, которые облагаются по ставке 13%. То есть если с человека государства, налоговая инспекция, будем говорить, взяла налог, например, с продажи квартиры, да, или с продажи автомобиля, если, опять же, налоговая льгота не сработала, человек продал квартиру быстро, ранее трех лет, налоги заплатил. Эти налоги можно вернуть, если деньги вложить на индивидуальный инвестиционный счет. Ну вот смотрите, кроме индивидуальных инвестиционных счетов, их перспектив, их широких возможностей, вы ведь говорили еще и о развитии торговли валютой на бирже. То есть скажите, пожалуйста, вот что здесь нового, в каком разрезе был разговор конкретно на конференции, да, и поделитесь вообще вот этой информацией с теми, кто не смог по каким-то причинам попасть на семинар. Значит, здесь, по сути, само предложение новостью не является, то есть мы уже больше года говорим о том, что любое физическое лицо сегодня может покупать американский доллар, евро или китайский юань прямо на бирже, обойдя мимо обменные пункты банков. Поскольку в обменных пунктах разных банков курсы устанавливаются свои. Кто-то устанавливает курс больше, кто-то меньше, но всегда этот курс отличается от биржевого. Цена покупки и продажи имеет коридор, так называемый спред, который вот на сегодняшний день равен около 2 рублей. Значит, раньше, когда доллар стоил 30 рублей, этот спред равнялся примерно рублю, плюс-минус. А в трудные дни, когда происходили резкие движения на рынке, спред достигал 30 рублей в некоторых банках. Соответственно, вот избегая этот спред, можно сэкономить. Даже покупая 1000 долларов на бирже, можно сэкономить 1000 рублей. Чем больше покупаемая сумма, тем больше экономия. Конечно, тем интереснее этот продукт, чем крупнее обороты у нашего потенциального клиента. Соответственно, как физические лица, так и юридические лица, которые ведут внешнеторговую деятельность, приобретают регулярно валюту, могут этим пользоваться и могут получать свои выгоды. Более того, все происходит автоматически, быстро, удобно. С экрана компьютера или даже мобильного телефона можно совершать сделки. На сегодняшний день три валюты, которые я назвал доступны. Однако биржа ведет непрерывную работу по расширению торгуемых инструментов. Фунт стерлингов, японская иена на подходе, таджикский самани даже ожидается в этом плане, поскольку есть спрос. Здорово. Таким образом, повторюсь, покупать доллары можно как с целью инвестиций, так и с целью элементарного получения живой наличной валюты, для того, чтобы потратить ее там, где нужно. Ну, опять-таки, наличка, как таковая, не сама цель. Купленную валюту можно в безналичной форме перевести на любой банковский счет, на любую карту банковскую, соответственно, и дальше совершать нужные действия с этими деньгами, какие нужны кому. Ну, вот, насколько я знаю, что вы ведь проводите встречи по вторникам и по четвергам со своими будущими клиентами или настоящими клиентами, и цель здесь одна – повышение грамотности населения, да? Конечно. И скажите, пожалуйста, вот каковы реальные возможности инвестирования на фондовом рынке сегодня? То есть, наверняка, у нас ведь изменения происходят, ну, если не ежемесячно, то как минимум каждый квартал, да? Какие новости? То есть, и второй вопрос, не могу не задать его. Сколько зарабатывают ваши клиенты? Значит, фондовый рынок, он, скажем так, находится там же, где и был. Особых каких-то революционных изменений, помимо внедрения ИИСов, за последнее время не произошло. Но могу отметить оживление, увеличение оборотов, которые мы засвидетельствовали в последние четыре месяца, и благодаря чему некоторые акции показали существенный рост. Ну, вот не могу обойти, значит, вниманием акции компании «Магнит», которые буквально за последние несколько месяцев опять почти удвоились, да? А вообще, последние несколько лет они росли. Норильский никель, компания довольно-таки известная, давно на рынке, тоже за последние полгода очень серьезно выросла в цене. Хотя, вроде бы, в целом индекс нашей биржи, да, индекс ММВБ, РТС, два индекса, они до сих пор, в общем-то, на тех же уровнях, ну, как, не на тех, конечно, но в среднем находятся на том же уровне, как и во всем периоде с 2011 по 2015 годы. Вот. На рынке есть интересные моменты, есть интересные инструменты, которые дают возможность зарабатывать. Ну, а если прошлый год у нас прошел под знаком доллара, то есть наша стратегия «Пилигрим», основанная на покупке валюты, заработала 139 процентов, это, отвечая на вторую часть вопроса, да, сколько наши клиенты зарабатывают, вот. А еще одна стратегия, основанная не только на доллары, но и на евро, она около 200 годовых показала. Сейчас, кстати говоря, период затишья, и вместе с тем период, когда стратегии находятся в так называемой стадии просадки. То есть мы не раз упоминали такой важный момент, что кривая доходности, она не является, ну, она является кривой, да, как я изначально говорю, не является прямой. То есть происходит волнообразный рост стоимости активов. Так вот сейчас, в данный момент времени, мы находимся в нижней точке вот этой синусоиды, то есть в просадке. Именно в эти моменты очень выгодно и благоприятно заходить, то есть вносить свои деньги и начинать работать по стратегии, потому что степень вероятности роста в ближайшее время наиболее высока именно во время просадки, которая, кстати говоря, близка к исторической. Максимальная просадка, о которой мы говорим, это 24%. Скажите, вот вы с такой легкостью делитесь какими-то советами, да, делитесь стратегиями и какими-то другими вот своими мыслями. Для чего вы это делаете? То есть разве это не конкурентная информация, не закрытая информация? То есть объясните, пожалуйста, кроме того, что вы преследуете, кроме того, что вот повышение грамотности населения. Значит, в данном случае у нас интересы совпадают. Вот это, наверное, основной лейтмотив деятельности нашей компании и таких компаний, которые являются нашими, может быть, конкурентами, но работают в одном правовом поле. То есть чем больше зарабатывает наш клиент, тем лучше нам. Чем больше активов на счетах наших клиентов, тем лучше нам, потому что мы зарабатываем брокерскую комиссию, которая взимается, как правило, со сделок, которые совершают наши клиенты. Ну, все честно. Совершенно логично. Если клиент зарабатывает, то он как минимум от нас не уходит. Как максимум он работает и дальше, он добавляет накоплений, сбережений, потому что, как правило, изначально далеко не все сбережения люди несут к нам сразу. Они приносят небольшую часть денег и пробуют. Если проба удается, человек несет денег еще больше. Он говорит об этом своим знакомым. Мы заинтересованы именно в том, чтобы люди зарабатывали. Но путь от получения первой информации к заработку иногда бывает не очень быстрым. Поэтому параллельно мы ведем работу по повышению финансовой грамотности. Для того, чтобы человек решился и начал инвестиции на рынки акций, он должен все-таки хоть что-то в этом понимать. Часто нашим людям мешает отсутствие знаний. Как говорится, непаханное поле, да, человек боится. То есть он не знает, что его там ждет, какие-то страхи, и это вполне закономерно. Так вот, чтобы избавляться от этих страхов, мы ведем свою работу просветительскую в рамках нашей передачи, в рамках других наших информационных проектов. Наши семинары в офисе по вторникам и четвергам, опять же, нацелены на то, чтобы открывать глаза на то, что есть, на то, что доступно. Главное, открыть глаза, оглянуться, поднять и попробовать. Руслан, спасибо огромное за увлекательную, интересную, полезную беседу, за ваши советы и за то, что делитесь с нами профессиональными тайнами. Я предлагаю вам в следующей программе в нашей студии обсудить все слухи и правду, которая сейчас царит на фондовом рынке, вообще в финансовой сфере. До встречи в следующий вторник. До свидания. Спасибо. Век живи, век учись – фраза актуальная во все времена. Разве что теперь в современном мире учиться и приспосабливаться приходится ежедневно. Напомню, на мои вопросы отвечал Руслан Валиев, руководитель инвестиционной компании «Финам» в Уфе. Спасибо, что были с нами. Увидимся завтра на телеканале «Вся Уфа». Можно ли получить широкий спектр финансовых услуг высокого качества в одном месте? Лидер инвестиционного рынка России компания «Финам» уже более 20 лет отвечает «да, можно». Многие жители Уфы уже привыкли к тому, что с помощью «Финама» можно выгодно и быстро совершать куплю-продажу акций как российских, так и зарубежных компаний, инвестировать в государственные ценные бумаги и фонды. Сегодня всем желающим доступны сделки с иностранной валютой по биржевой в выгодной цене, минуя обменные пункты банков. Также «Финам» реализует высоконадежные структурные продукты для уверенного приумножения капитала, обслуживает и кредитует как физических, так и юридических лиц. Для повышения финансовой грамотности населения компания исповедует социально ориентированную программу обучения с применением передовых технологий преподавания. Добро пожаловать в финансовый супермаркет «Финам». Редактор субтитров А.Семкин